Пару минут проходит, он говорит, ребят, такая ситуация, там пробка не 7-10 километров будет, а около 25. Мне кажется, это нормальная человеческая реакция. Потом я стою, думаю, ну, наверное, что-то не то. Я знаю, ты играл PlayStation, когда узнал, что дальше происходило. Я понимаю, что кто-то врывается в дверь ко мне домой. Ты сам-то физически готов. На полпути мы где-то один чемодан кинули в лес. Хотелось еще полгодика, да, наверное, до конца доиграть. По дороге мы видели истребители над головой, и вертолеты, и военную технику. Всем привет, это канал BetSafe Прибалтика, и это мое шоу без фола. Сегодня у меня в гостях Каспар Дубра. В последнее время много звучит эта фамилия в латвийской прессе. Привет. Привет, привет. Не только в спортивной. К сожалению, да. К сожалению, да. В последнее время, наверное, много событий в твоей жизни. Много интервью дал за это время, все. Ну, интерес большой, и всех интересует как, что, особенно с этой ситуацией, что произошла в Украине, как я выбирался. Поэтому, да, в этот раз очень-очень много хотят интервью всяких. Не обидно, когда играл в Лиге Европы, в Лиге Чемпионов меньше, наверное, интереса было? Я про это и говорил всегда, что когда играешь в Лиге Европы, там, пять человек что-то спросят, а когда выезжаешь с Украины срочно, то человек 30 написало, там, грубо говоря, и не хочется никому отвечать, потому что, ну, я футболист, а не политик или военный какой-то, который должен рассказывать, что там происходит. Я знаю, наверное, уже устал, поговорим сегодня, естественно, и ты вернулся в Латвийский чемпионат, это большое событие для Верслиги, но, наверное, уже надоело говорить, может быть, расскажи самое, как это все произошло. Я знаю, ты играл PlayStation, когда узнал, что дальше происходило. Ну, было так, мы с Игорем Тарасовым играли до поздна в приставку в PlayStation. А, в онлайне, в смысле? В онлайн играли, да, 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 играли до, наверное, четырех, наверное, утра, грубо говоря. Подожди, а как же дисциплина? Ну, у нас тренировки обычно после трех дня, то есть, да, спокойно отсыпаешься, то есть, когда ты один, делать нечего особо, поэтому это единственное развлечение там. Играли, следили за новостями, потому что что-то там началось, мы видели, что какие-то там аэропорты начали закрывать, и вот шли спать, это пять утра было где-то плюс-минус, я прочитал новость, что закрыли все аэропорты. Это было в Александрии в этот момент, а где, может быть, географически? Ну, сейчас, потому что кто следит за этой, за войной на Украине, я сейчас разбираться начал в географии Украины, Александрия, где это центр, запад? Это центр Украины, чуть ниже, южнее центра, ну, плюс-минус центр. Получается от Донецка до Киева посередине где-то, так? Нет, нет, это получается, если ехать с Киева вниз, получается, южнее, 300 километров от Киева, ближайшие города это Днепр. Который, слава богу, пока там тихо. Днепр, Кривой Рог и за Днепром сразу идет Запорожье, то есть это ближайшие такие большие города. Ну и вот, играли мы в эту приставку, ложились спать уже и вот прочитал новость, что закрыли все, ну и заснул. Десять утра, плюс-минус, я понимаю, что кто-то врывается в дверь ко мне домой. Ты в квартире или на баре? Я в квартире, да, то есть что-то происходит, я думаю, что такое, вскакиваю, сонный, не понимаю, что происходит. Оказывается, коллега мой по команде, взял ключи у хозяйки моей, потому что до меня дозвониться никто не мог. А я звук отключаю, когда я ложусь спать. И он взял ключи, ворвался в квартиру, говорит, Касс, война, собираю вещи нужные самые и уезжаем. Слушай, ну красавчик, он мог бы и так, ну, по большому счету. Ну мы договаривались, что не дай бог, если когда-то что-то случится, у него под Львовом есть, как... Деревня? Да нет, это даже гостевой дом можно назвать большой. И он сказал, что если что, мы туда собираемся и едем. Сколько может он семей пригласить с команды, он возьмет с собой. Ну это логично, там навряд ли что-то будет. Ну вот такая вот ситуация была. То есть пока мы собирали вещи, я узнал такую информацию, что автобус едет во Львов, а ребятам, которые собирались туда в гостевой дом, им чуть не по дороге. То есть в конце разъезжаются по разным сторонам. Но мы с аргентинцем решили, что поем на автобусе до Львова. И клуб меня попросил, чтобы я с аргентинцем вместе был, потому что, ну, они ничем помочь не могут в этой ситуации. Русский он не знает, да? Он русский не знает, он не ориентируется ни в чем. Я хотя бы понимаю Львов там и так далее. Молодой он? Сколько он? 23 или 24 года. И вот так вот началась наша поездочка до Львова. Мы сели в автобус. Паника. Двоем вы были в автобусе? Нет, было еще три человека, кто с округа, со Львовского, там кто где живет. Запада, да. Да, и два водителя. И вот мы ехали 800 километров, я уже рассказывал, 23 часа. Водитель нас вез специально, возможно, не специально, но как нам казалось, что он ехал с кругами. Не по главным дорогам, да? Не по главным дорогам, потому что обычно это занимает дорогу 13-14 часов. Ну, вот доехали до Львова, по дороге мы видели и истребителей над головой, и вертолеты, и военную технику, и в пробке отстояли. Слушай, ну, как, что ты думаешь на этот момент? Юра, ну, в такой ситуации ты так... Паники не было? Паники не было, знаешь, я понимал, что надо себя держать в руках. То есть хорошо, что связь была, я с родными был на связи, то есть кто мне писал, я, в принципе, всем им отвечал, и как-то тебя это успокаивало чуть-чуть. Что ты на связи, да? Да, у тебя связь есть, ты можешь передать какую-то информацию, что, где, как. И вот когда ты видишь это все, конечно, чуть такое внутри неприятное состояние, но старался держать себя в руках и понимал, что панику не надо разводить, и надо только двигаться, не стоять на месте и потихонечку выбираться оттуда. Ну вот добрались мы до Львова, нашли водителя, который нас отвез до границы. А как это чисто физически, технически, что значит нашли? У нас львовский парень был, он дал номер телефона, сказал, что таксисты навряд ли туда поедут, только так, тут индивидуально, за деньги. За деньги. Конечно. Сколько стоило это, если не секрет? Три тысячи грей он взял, это на тот момент где-то сто десять долларов, наверное, что-то такое, наверное, то есть от проехать сорок километров. Ну вот, но мы уже на тот момент не думали, мы с аргентинцем только побыстрее добраться до границы, но он нам сразу сказал, то есть, возможно, очередь, потому что все бегут, особенно женщины с детьми, то есть мужья отправляют их, чтобы выехали в Польшу. Ну, мы едем, 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 и понимаем, что и водитель начинает говорить по телефону, и какой-то тон у него другой, и он так поговорил по телефону, пару минут проходит, он говорит, ребят, такая ситуация, там пробка не семь-десять километров будет, а около двадцати пяти. Ну, мы с чемоданами, я, слава богу, додумался перед тем, как мы уезжали, я взял там самые важные вещи, знаешь, ничего тяжелого не брал. Одежду оставил. Там взял костюм один на всякий случай, если там ночью стоять, сверху накинуть, чтобы потеплее было. Технику там какую-то взял, зарядки, ну, все, то, что надо в дороге на всякий случай. Аргентинец взял два чемодана по 30 килограмм и два рюкзака по 10 килограмм, наверное, но у него полные были, потому что я ему их помогал нести потом, ну, ну, вот, и подъехали границы, 25 километров, очередь, то есть, по одной полосе в каждую сторону, встречная и твоя, и машины стоят все в одну сторону, то есть, встречка даже не едет. Ну, никто не едет, естественно. Нет, и вот 25 километров очередь была, и водитель говорит, ну, мы тут будем стоять сутки, нет смысла, это минимум, говорит, берите чемоданы, спокойно, потихонечку идите. Вы обгоняли машины? Нет, машины стояли в основном, мы пошли по, сбоку по обочине, по песку, по всему, там, знаешь, потому что, ну, там нет обочины пешеходной. Ну, да, да. Ну, и все, мы взяли в руки чемоданы, включили навигацию и посмотрели, нам пять с половиной часов где-то надо было идти. Да, 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 да. Но, в конце концов, мы где-то, наверное, около семи вложились, потому что мы остановились. Один раз был случай, аргентинец где-то через 10 километров уже не мог тащить эти все чемоданы на себе. Я чуть-чуть понес их, ну, и потом я ему говорю, спина, тут надо что-то делать. Надо, наверное, один чемодан. Он не хотел их выкидывать? Да, у него, знаешь, он в Италии был, ну, и видно, что он бренды, знаешь, и не подделки, а настоящие вещи, видно сразу. Я видел, как он отрывал от сердца их, когда собирал в другой, во второй чемодан, который он планировал выкидывать. Эти вещи какие-то перебирал, потому что там и жены какие-то вещи были и так далее. Ну, на полпути мы где-то один чемодан кинули в лес, ну, и дальше начали двигаться. Ну, тяжело ему было видно, знаешь, я все-таки уже побывал там, я понимаю, что как менталитет, знаешь, этот все-таки у нас поближе. Он, конечно, был в панике, да, паника была. Пришлось вот там на минут 10 ему объяснить, что спина, если ты остановишься, это все. Пощечин давал ему? Ну, нет, пощечин нет, я просто ему говорил, спина, или мы идем, или что мы делаем. Ну, и как-то его уговорил, и вот шли к границе, дошли. Мы, украинские, конечно, пограничники чуть-чуть там сделали такой бардак, не было ни линий никаких, ничего. Просто куча, да? Куча. Сделали перед границей еще предграничную зону, чтобы ты на границу попал. Четыре часа мы стояли на ней. А что, дождь, снег, нет? Нет, ну, прохладно было, повезло, не было никаких осадков. Ну, и, конечно, за деньги ты мог эту очередь проскочить. Но мы, соответственно, этого не чухнули. Мы сутки в автобусе прошли 25 километров, голова не варит. Ну, и вот простояли эту очередь. Там началась такая паника у людей в этой очереди, и погранцы поняли, что они не удержат это все. И вот эта вся очередь, я не знаю, ну, наверное, тысяча человек каких проломилась, и пешочком еще километра три мы шли до самой границы. А сколько вы там простояли? Ну, где-то вот на предграничной около четырех, наверное, часов плюс-минус. И она не двигалась в очередь. Мы только видим, что с другой стороны кто-то обходит погранцами, там, и они с автоматами проходят все, проводят их. Мы не понимаем. Ну, и потом я стою, думаю, ну, наверное, что-то не то. Видно, что-то за деньги происходит. Ну, ладно, мы отстояли, подходим к границе, и тогда был тот шок, когда я увидел столько людей в одном месте, ну, наверное, тысячи три, наверное, было людей. В основном мамы с детьми, иностранцы. Ну, надо объяснить, может быть, кто-то не знает, гражданам Украины было запрещено мужчинам с восемнадцати до шестидесяти лет, да? Да, 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 к этому я еще вернусь. И было поделено уже на границе на самой три ряда. Ряд для мам с детьми, ряд для европейцев, наверное, как мы понимаем, потому что третий ряд был, это арабы, афроамериканцы, китайцы. А там еще и так разделено было. Да, они как-то их разделили, они говорили в рупор, поделили. Ну, мы во второй встали ряд и стояли. Семь часов простояли, минус четыре на улице, мы с чемоданами, почти двое суток не спали. Ты не заболел? Нет, слава богу. Не спали двое суток, считай. Ну, ты сам представляешь, какое это состояние. И мы еще двадцать пять километров пешком с чемоданами прошли. Ну, вот мы отстояли семь часов. Ну, реально, нам еще три часа отстоять. В рупор пограничник начинает кричать. Второй ряд освобождаем, и все со второго ряда переходят в третий. А почему? Для кого? Для женщины и детей. Потому что большой поток был. Ну, и ты представь, мы отстояли семь часов, а там очередь еще большая, чем мы начинали, когда стоять. Ну, мы с аргентинцем думаем, что делать, надо ночлег искать, наверное, поспать хотя бы где-то. Там две гостиницы мы видели по дороге. Возвращаемся, идем обратно, там, подходим к этим гостиницам, соответственно, все полное. Все полное. Ну, в этот момент мы понимаем, руки начинают опускаться, сил нету, не знаем, что делать. Я начинаю в посольство Латвии звонить. Он звонит в аргентинское посольство. Ну, и вот час мы где-то так вот простояли на месте, вообще ничего не делали. Ну, и повезло. Аргентинский посол, который... Посольство, которое находится в Польше, вот посол их не нашел в Польше добровольцев, которые помогают беженцам. И вот он нашел женщину, которая села в свою машину, пересекла польско-украинскую границу, забрала нас, втиснулась в эту 25-километровую очередь почти в самом начале, наверное, на фарт, на удачу, потому что, видно, водители, которые рядом были, спали. Ну, потому что там стоять надо сутки-двое в этой очереди. Она втиснулась, скинула нам координаты, мы прыгнули в машину, три часа вот поспали хотя бы. В машине, да? Да, потому что замерзшие, были холодно наши. Ну вот, и часа три мы где-то вот провели в машине, и вот так прошли границу. И попали в... Как у них, наверное, штаб-квартира какая-то добровольцев. Нам разрешили помыться, перекусить, и нашли водителей нам каждому. И мы нашли, ему в Краков надо было на самолет, а меня влюблен, 200, там, 70-250 километров. Каждому нашли водителя. Отвезли бесплатно всё? Всё бесплатно отвезли. Но мы с аргентинцем оставили там, спрятали денежку. Ну, не спрятали, так положили, чтобы они не видели, потому что, ну, всё-таки нам помогли в такой ситуации. А насчёт вот того, что мужчин не пускали, ну, вот это, наверное, самый тяжёлый момент был именно эмоционально. Мы стояли на границе, вот когда в очередь встали в эту. И отцы подводили семьи к месту, где... С вами разворачивались. Вот часа два я просто смотрел в окно и не понимал, что происходит, насколько это всё ужасно. С ребятами из команды поддерживаешься вообще? Да-да, конечно, поддерживаю. Ну, все прячутся, понятно. Там многие говорят, что, типа, идите воюйте. Ну, не именно со стороны Украины. У меня там спрашивают, типа, почему они воевать не идут. Ну, для меня это, если честно говоря... Ну, это такое, ну... Ну, что, они пойдут под мясо туда, в первый эшелон этот, где их просто за пару минут уничтожат. Потому что надо же подготовку иметь хоть какую. Так все ребята, да, они с семьями стараются держаться и надеются, как и мы, что быстрее это всё закончится. Дай Бог, чтобы закончилось быстрее. Ну, не так ты, да, ожидал окончания своей... Я скажу, что довольно удачного такого этапа в карьере Александрии. Капитан, Еврокубки были. Как это оцениваешь? Что хотелось ещё полгодика, да, наверное, до конца доиграть? Ну, конечно, Юра, не хотелось так расставаться. Хотелось расстаться тем же летом, поджать руки, знаешь, обняться. Всё-таки я там почти три года провёл. Да, и первую часть сезона достаточно хорошо провёл в роли капитана. Команда стабильный середняк. И если по статистике смотреть, мы третья команда по попущенным голам, то значит, в обороне все вместе, как команда, играли хорошо. Поэтому, да, хотелось бы доиграть. И были бы шансы уехать, например, не сейчас в Латвии оставаться, потому что такая ситуация. Получилось бы, может, уехать куда-то ещё в другую команду европейскую или... Не важно. Про ребят, скажется, твоя команда с чемпионата Украины. Может быть, слышал какие-то мысли. Хотя, да, они сейчас же и уехать не могут никуда. Такой, наверное, легионеры с чемпионата, да, могут какие-то... Сейчас правило сделали, да, что легионеры могут уехать. Но тоже там странно, как-то контракт замораживается. Но ты можешь в аренду пойти, уйти. То есть я не разбираюсь там. То есть, в принципе, украинскому футболисту сейчас, если ему там, ну, больше 18 лет, нет вариантов выехать из... Единственное, если вот есть команда Кривбас, они в Турции ещё были. А, ну если... Если они были за границей на сборы где-то, тогда есть возможность сейчас в аренду или куда-то уйти. А если ты в Украине находишься, то... Без шансов, да. Они просто сидят и ждут. РФШ вернулся домой? Ну, в принципе, да. Или в Сконто всё-таки дом твой? Да нет, ну, в Сконто это начало всё-таки карьеры. Они воспитали меня, понятно, но такие основы большого футбола я в других клубах всё-таки получил. Расскажи, пожалуйста, какие варианты были? Может быть, обычно не любят говорить, что там какие-то предложения. Но был выбор или РФШ только единственный был, кто... За границу, может быть, были варианты какие-то? За границу было два варианта, но, скажу честно, это шведская была высшая лига, но по финансам, честно скажу, что с шведской жизнью, ну, мне не было вообще туда смысла ехать. Версвелиги похожая зарплата? Зарплата лучше даже. Здесь? Да. Чем в Швеции? Да, да, да. Поэтому мне не было смысла. Румыния была, ну, тоже как-то, ну, чемпионат такой непонятный. Страна тоже. Платить деньги будут, не будут, то есть, все-таки у меня такой возраст, мне не 23 года, где я могу поехать, играть в футбол на будущее, мне надо уже получать деньги, чтобы стабильность была. С Латвией понятно, что со всеми командами общался, которые могут позволить. Почему, Павел, выбор на РФШ? РФС, я извиняюсь. Ну, я, во-первых, тут был, я всех знаю, у меня теплые отношения со всеми, то есть, руководителями, составом, то есть, всех знаю уже, я понимаю, куда я приду. Клуб развивается, база. Ты был уже, кстати, расскажи, какие ощущения? Ну, супер, супер. Когда это будет готово, все будет... Далеко там до готового? Ну, я думаю, что да, еще времечко надо, да. Ну, ты имеешь в виду, наверное, эти там раздевалки нормальные. Да, да, да. То есть, поле уже искусственно полноценно готово, уже стоят трибунки, раздевалки, правда, еще контейнеры эти переносные, но, как бы, переоделся, помылся, от этого хватает. Поэтому, я думаю, что в течение кого-то времени, когда это закончат, будет супер. Для латвийского уровня очень хорошо. Записываем, когда до чемпионата остается. Завтра, завтра стартует Верслигер, Лепа выиграет в субботу. Как приняла команда? Все-таки чемпионы, там есть костяк. Понятно, ты опытный парень, местный, который был, но все равно есть наверняка свои лидеры. Были какие-то притерки, недотерки? Да нет, не было ничего. Приняли отлично. Я, сколько, я, наверное, с прошлого четверга, сколько уже, получается, неделю тренируюсь с командой, и все, все в порядке, все организовано. То есть, в команде тоже сразу приняли, постарался сразу влиться, чтобы не выпадать, требования тренера понять сразу. Поэтому особых проблем больших я не вижу. Команда же изменилась, когда ты был в РФШ? 19-й год? 18-й. 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 Кто остался? Сорокин? Сорока? Ягода не было. Сорокин? Серьезно? Только Сорокин? Ты так, наверное... Нет, я не скажу тебе сразу. Нет, так... Став остался, в принципе. Ну да, не-не, из игроков, наверное, только Влад Сорокин. Возможно. Изменилось, как сильно. Почувствовал, почему РФШ чемпион? Ты знаешь, я не могу сказать, потому что я не был в прошлом году, как-то все-таки многие футболисты ушли, там, которые считались лидерами команды. Ну-да. Ну, я говорю, что это организованность, стабильность. Все-таки в нашем чемпионате очень важно, чтобы была стабильность на протяжении всего сезона, и я верю, что в этой команде это есть и будет дальше. Многие говорят, а, там, Ож сейчас вернулся, Дубра вернулся. Ты видишь это, как шаг назад или есть надежда? Как ты рассматриваешь этот переход или просто такая ситуация, что не было выбора по большому счету? Ну, у нас, наверное, с Мартсом разные ситуации. Все-таки у него время было, он без команды был, он мог найти что-то. У меня, в принципе, времени не было, я взорвал контракт, у меня буквально неделя была, это максимум, но с тем условием, что все чемпионаты уже начались или возобновились после паузы зимней. Ну, мне запрыгнуть в последний вагон, только, в тот фоне, дай бог, у кого-то травма в других командах и меня берут, как вместо человека, который ли травмировал, он заболел там, то есть, ну, это удача должна быть. Да, это фар должен быть. Ну, вот я говорю, вот эти два варианта были, где контракты были на столе, но... До лета подождать? Не было такой мысли? Я скажу, что тут и фактор семи сыграл. Я все-таки очень много путешествовал, ездил, жена со мной постоянно, у меня дочка растет, и надо начинать думать об этом тоже, то есть... Садик, школа скоро? Конечно, и чтобы жена начала заниматься уже с каким-то своим делом, чем она хочет заняться, поэтому тут фактор этот тоже сыграл, я не буду лукавить, то есть, для меня и футбол, и семья были на одном, на одном. Писали, что долгосрочный на странице РФС долгосрочный контракт, это сколько, пять лет? Ну, не пять лет, но... Ну, долгосрочный. Я скажу, что больше двух, и меньше пяти. Больше двух, и меньше четырех. Посмотрим. Возможно, да? То есть, ты так уже нацелен остаться, выйти с РФС в Лигу Чемпионов, в группу, и все нормально, да? Лига Чемпионов было бы очень, очень хорошо, но я думаю, что начинать надо чуть сниже. С Лиги Конференции. Ну, это тоже очень хорошо было бы. Я шучу. Может, неприятный вопрос, я не знаю, конкуренция большая на место центрального защитника в РФС. Липущик, Виталик Ягодинский, Стуга, Стуглис, ты, Максименко, ну, у которого сейчас травма. Не боишься конкуренции? Не, а что бояться ее? Я считаю, что если конкуренции в команде нет, то со временем эта деградация стопроцентная будет. Поэтому это хорошо, когда четыре одинаковых футболиста плюс-минус по уровню, у каждого свои плюсы-минусы, поэтому... Игр много в этом году? Игр будет много, сборные не забывай, то есть кто-то задействован за сборную, кто-то нет, поэтому я думаю, что тренера равноправно разделят эту нагрузку, и там не стоит обижаться, если в одной игре ты не сыграешь, а во второй уже будешь, поэтому... Ну, это футбол. Десять лет ты по-другому бы ответил. Может быть, когда помоложе был, конечно, сейчас я понимаю, по-другому уже знаешь, поэтому... Иногда, может, и надо этот отдых, потому что, когда очень много игр, тем более, смена покрытий, сборной ты на зелёных будешь играть, ну, я так говорю, как сейчас ты до мая, грубо говоря, будешь играть на искусственных полях, поэтому очень много факторов, это с виду кажется, что всё так легко. Ну, сейчас травма Максименко, чему доказательства. Поэтому, да. Сравни уровень, может быть, Александрия, всё-таки играл в Лиге Европы команда и вот РФС. Наверное, глупо тебя спрашивать про Лепа, про Ригу, ты наверняка их не видел даже в этом году ещё, только будешь знакомиться. Можешь сравнить уровень в плане, вот именно игровом плане? Ну, интенсивность. По тренировке, ну, вот, допустим, там выше. В Украине побыстрее, конечно, всё, всё побыстрее. Принятие решений, ну, может, минимально получше в Украине, а индивидуально не сказал бы, что есть разница. То есть, в РФС есть хорошие индивидуальные футболисты, которые могут один в один разобраться, но интенсивность, да, в Украине побыстрее. С чем это связано, как думаешь? Вот как, вот если у тебя Виктор Мороз у тебя спрашивает, спросит, как нам повысить интенсивность на тренировке? Я думаю, это много факторов. Это не то, чтобы ты быстрее бегал и прыгал и так далее. Это динамика в тренировках именно упражнения, как ты делаешь. Не то, что тебе дают делать, а как футболисты выполняют эти задания. То есть, ну, там быстрее всё надо, конечно. Тут ты можешь два касания, три сделать, спокойно голову поднять. Там бывает, что ты голову поднимаешь, уже в тебя летит кто-то и... То есть, ты должен заранее принимать решение. Например, вот у молодых футболистов, я вижу в РФС, что... Которые с нами сейчас тренируются, что иногда они принимают решение... Нет, они принимают решение, когда у них мяч в ногах. А не до, да? Да. То есть, иногда надо поднять голову, посмотреть, что творится, но у них этого ещё не хватает. То есть, нету. Ну, если ты рубанёшь пару раз сзади, то... Ну, я же не такой, ты знаешь. Не-не-не-не-не. Я же не такой. Липущек, Ягодинский, Дубра. Очень хорошие три защитника. Ещё и Стуглис. В три защитника для тебя не проблема играть? Я знаю, что вы играли последнюю игру против Тукумса в три защитника. Для тебя перестроиться. Всё-таки в Александрии, я так понимаю, в четыре всё время играешь. Да, но в Александрии был период, когда мы играли в три центральных защитника. Это было в предыдущем тренере при Шароне. То есть, ну, навык у меня есть. Понятно, всякие нюансы надо уточнить, чтобы в игре потом не было проблем. Нет, проблем нет. Для тебя есть разница центрального или крайнего в этой тройке играть? Ну, я всегда центрального играл, да, то есть, если поставят там правее и левее, то понятно, что это надо перестроиться, потому что там чуть-чуть другие функции. То есть, центральный он более такой, читает игру, подстраховать, а тут ты должен и в прием сыграть с краю. И начинать много атаки. И начинать атаки, то есть, да, да, то есть, функции чуть разные, но я не думаю, что будут проблемы. На тренировках тренируем, то есть, готовимся, рассказывать, как играть я не буду. Ну, естественно. Да, готовимся. Пока, мне кажется, что в атаку достаточно хорошо у нас получается выходить. При обороне есть какие-то нюансики, но я думаю, что до игры мы подкорректируем и будет все нормально. Сегодня четверг, завтра уже предыгрываю вас, тренировка. Ты сам-то физически готов, ты прошел 25 километров буквально еще неделю назад, наверняка не тренировался там какое-то время, надо было отойти, пережить это все. Готов физически и морально, может быть, даже больше? Ну, физически я точно готов, я прошел полноценные сборы с Александрией, реально я потерял, по-моему, шесть дней, я полностью ничего не делал. Прибалял? Нет, шесть дней вот этих, которые переезды были. А сборы все вообще прошел? Сборы я все прошел, там день я пропустил, голеностоп чуть подвернул, и то там мы перестраховались, хотя я мог тренироваться. Сборы я прошел, шесть дней вот этих пропустил, единственное, наверное, что искусственное поле, потому что я на искусственных полях не был, вот как уехал в Александрию. Там вообще нет в Украине? Ну, есть, мы бегаем вот перед сборами в Турцию, мы неделю бегаем по кругу и то в тапочках, то есть не в бутсах. Ну, просто продышаться. Продышаться, набегать километраж, то есть с мячами там минимально, квадратик маленький, то есть нет, ну, именно нагрузку получить на искусственном поле давно не было, и первые два дня я чувствовал, что ноги... Колешки? Нет, колени, кстати, нет, мышцы именно, мышцы забивались. Другие мышцы работают. Да, 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 поэтому физически я уверен, что я готов на сто процентов, а морально я отошел уже, я говорю, что вот первые два-три дня после приезда домой уже в Ригу, когда такое состояние было непонятное, ты, вроде ты там был, ты уехал оттуда, и ты так думаешь, блин, может и остаться надо было, знаешь, такие мысли такие, да, то есть, ну, а тут понимаешь, о чем ты там помочь мог, о чем и речь, и потом ты начинаешь анализировать, у тебя тут семья, чем бы там помог, ты ничего не умеешь, стрелять ты не умеешь, ничего не умеешь. я очень хорошо тебя понимаю, потому что я там не был, я был все время здесь, и просто это смотрел, наблюдал, телеграм и остальное, и у меня иногда казалось, что, блин, у нас тут все хорошо, типа там это, что, как помочь, мне кажется, это нормальная человеческая реакция. Я-то сказал, что ты не видел ни Ригу, ни Лепую, ты ж на сборах были, вы там все рядом, правильно? Лепую видел. Что скажешь про Лепую? Лепую, ну, по составу очень солидно, да, 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 я там видел, правда, один тайм, потому что они играли, мы тренировались, у нас там что-то какие-то заминки были, что-то, можно было глянуть одним глазом, да, ну, индивидуально, конечно, видно, что футболисты хорошие, особенно группа атаки, очень интересная. Велакович, Карра. Да, ну, Карра еще, по-моему, не было, когда я смотрел, тот же Додо, Кигурс, темненький этот маленький, Укпа, Укпа, то есть, ну, у них индивидуально, как они в пазл этот сложить смогут, это все, это уже другой вопрос. Гордечук твой друг? Миша Гордечук, да, то есть, команда очень интересная, и, я думаю, что в этом году будет чемпионат, особенно первые 6-7 команд, будет очень интересная. Очень, ты знаешь, самые принципиальные соперники РФС, какие? На данный момент? Мне кажется, лепые. Я ожидал, что ты скажешь Ригу, ты уже все, ты уже все прочухал, да? Красавчик, красавчик. Каспар, что ждешь от Верслиги? Мы долго, мы с тобой разговаривали, спрашивал ты у меня, жду я Верслигу или нет, я с конца ноября ждал очень, потому что знал, что Ауда будет, и Рига, там видно было, что ничего плохого не происходит, и будет усиляться Лепа, в связи с этими всеми событиями, в Украине, чуть интерес поугас у меня лично, но очень надеюсь, что когда начнется, а ты сам, нет такого, что скажут, Дубру, мотивации нет, Верслиги и Гаррии? Нет? Да, Ждешь? Я жду, во-первых, от меня ждут, я думаю, потому что люди думают, что я вернулся, и должен показывать уровень, поэтому я, в принципе, к этому готов, я спокоен, как это получится, этого уже никто не знает, но то, что я буду стараться и отдаваться на тренировках, на играх, на сто процентов, это стоп, ну, это я гарантию даю. Такого подсознания, что там я играл в Украине, капитаном, и сейчас в Верслиге? Да, нет, 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 у меня такого нет, это может было бы лет, реально 10 назад, я мог так приехать и думать, что сейчас старше становишься, мудрее, и в футбольном плане мудрее становишься, и понимаешь, может, иногда где-то не надо максимум на тренировки отдать, а знаешь, сэкономить, так же самое и подготовкой к игре, то есть, ты уже понимаешь организм свой, что тебе надо, как тебе надо, поэтому, я жду, интересно, особенно, как команды усилились в этом году, то есть, я думаю, что будет реально интересный чемпионат, и очень верю, что команды, которые, возможно, молодыми ребятами будут играть, они будут кусаться, кусаться, кусаться будут, и это будет очень интересно зрителю, надеюсь, что и зрители пойдут на футбол, потому что даже в Украине там не так много ходило, там пару тысяч, но это другая атмосфера совсем. Пару тысяч, немного, нам бы пару тысяч в каждую игру. Я так. Да, я понял. Каспар, смотреть нас будут, когда вы уже будете знать результаты первого тура, первой игры РФС, хотел пожелать тебе хорошей игры, вернуться в Верслигу и радовать болельщиков и мое личное, Еврокубки, чтобы не только РФС, а также и Валмера, Лепа и Рига, чтобы удачно, потому что это всегда для нейтральных болельщиков, мне кажется, вот показатель Еврокубки, когда идет далеко, тогда кажется, что в футболе все в порядке, хотя бывает наоборот. Согласен, согласен. Спасибо, что пришел, удачи, главное здоровья, крепкого. Спасибо, спасибо. Спасибо, что смотрели, следите за Верслигой, Верслига стартовала, подписывайтесь на канал и увидимся в следующий раз. Пока.